Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор седьмого каталога Фаберлик. Посмотрим с вами самые вкусные акции и предложения. Поделюсь с вами своими отзывами. Если интересно данное видео, оставайтесь со мной до конца. В начале каталога у нас новая коллекция одежды от Фаберлик. Я не очень люблю одежду от Фаберлик и здесь мне ничего не понравилось. Но футболочки ничего, но я не люблю такие вырезы. Девчонки, мне кажется, девчачьи футболки нужно делать с вырезами побольше. Так что я ее пролистываю. А линейка Sport & Pledge. Это прошлогодняя линейка, не новинка. И что я могу вам сказать? Я брала в прошлом году маркер для губ в цвете оранжевый, здесь его нету. Здесь у нас только получается ярко-красный и розовый. Засох он после третьего, наверное, применения и был безумно оранжевым, как оранжевый фломастер на губах. Некрасивый. Я постараюсь найти это видео и оставить вам ссылку на него в инфобоксе, чтобы вы посмотрели. Вроде сначала мне и понравилось, и стойкость нереально классная, но после второго, буквально, девчонки, применения он высох. Поэтому не могу рекомендовать. Тени тоже зарекомендованы как стойкие. И здесь у нас новый цвет появился. Я не знаю, какой я не брала их в прошлом году. Мне не нравится ни один из оттенков. Скорее всего, светлый новый появился, поэтому брать не буду. Подводки тоже. Вот очень хотелось бы подводку, но мне не нравятся цвета. Серый смотрится на глазах как серебристый. Слишком много блесток. Мне кажется, на лето это не очень уместно. И вот этот вот розовый, голубой тоже мне эти оттенки совершенно не нравятся. Очки, девчонки, я вам показывала уже в прошлом заказе. Очки Селена, по-моему, да. Вот эти вот они. И они были немножко кривоваты. Девочки потом в комментариях мне написали, что они всем идут кривые. Хотя очки классные, красивые. Я сдавать их не стала. Немножко подрегулировала. Вроде смотрится более-менее. Поэтому будьте именно с вот этими очками аккуратнее. Вот так вот. Эта модель еще ничего такая симпатичная. Вот это, конечно, на любителя. Прям вот на любителя. SPF я не буду брать в этом году, потому что у меня из прошлого года остались еще средства. И, скорее всего, мы никуда не поедем. У нас отпуск в июне. Я думаю, в июне еще будет карантин. Поэтому они навряд ли пригодятся. У меня был 30 SPF, по-моему. Да. Нет, наверное, у меня был в формате бутылочки, девчонки. В формате бутылочки был 30 или 15. И в формате вот этого вот флакончика TU-B30 SPF. Ну, в общем, мне на юге было с ними комфортно. Но я достаточно темнокожая. А мои товарищи на юге сгорели с этими средствами. Но в средней полосе в нашей, в принципе, вообще классно. То есть у меня дочь моментально краснеет и муж, да. И в нашей средней полосе, когда мы загорали летом здесь на прудах, на речках, было вообще нормально. То есть даже загар практически не ложился с ними. А вот на юге оказалось маловато. Новую линейку для волос тоже брать не буду, девчонки. Потому что у меня от вот этой вот серии Эксперт шампуней, да, чешется голова. Поэтому не хочу экспериментировать. Только черный угольный шампунь из этой линейки мне подходит. Следим за фигурой. Начинаем заниматься, да. Я вам показывала вот такой массажер в прошлом заказе. Кто не видел, тоже видео в инфобоксе прикреплю. Хочу заказать резинку. Но девочки мне написали, что она дешевле в Фикси. Я ее в Фикси, к сожалению, не видела. Если не найду в Фикси, то закажу. В каталоге этой резинки нет для занятий, да. Там три резинки в комплекте даже. А разные, так сказать, плотности, что ли, растяжимости. То закажу Фоберлик. Потому что, в принципе, недорого они стоят на сайте. Линеечка Глэм Тим. Здесь появляются новинки корректора. Я боюсь, что это перевыпуск прошлых корректоров. Потому что оттенки абсолютно такие же. Я брала себе сиреневые. Здесь он такой больше голубой, да. Ну, мне, в принципе, нечего скрывать. Я взяла так поэкспериментировать и вам показать что-то не особо. А вот такой вот светленький он мне зашел. Потому что он был шиммером. Здесь, к сожалению, не указано, шиммерные ли эти оттенки или просто плотные. Такие вот. Я видела зеленый в обзоре уже у Машеньки. Она показывала. Она VIP, она заказала его пораньше. Он действительно ярко-зеленый. Его надо наносить плотно под глаза. Потом сверху тональную основу или консилер. И тогда вы скроете свои синячки. А вот этот он был с блесками. Он придавал лицу сияние в прошлом выпуске, да, корректоров. Не знаю. Мне кажется, это перевыпуск, девчонки. Потому что те спросом не пользовались. Бальзам для губ. Помада бальзам из линейки Глентим. Восхитительная, девчонки. Я брала в оттенки. Сейчас я вам скажу. Так. Так-так-так-так-так. Розовая фуксия. И он смотрится в каталоге коралловая. На самом деле он у меня на губах ярко-розовый. Причем не как бальзама, а как полноценная помада. Очень питательная текстура. Нежная, приятная, необычайная. И достаточно долго остается на губах. Что не характерно, да, для бальзама. Тоже в прошлом заказе. Посмотрите, я сводчила и показывала, как она выглядит, эта помадка. Вообще, линейку Глентим всю люблю. Но кроме теней я их и не брала. Потому что за баслословно дорогие деньги, судя по обзорам. Обычные дешевые тени, которые сыпятся, крошатся и так далее. Помада вот эта тоже классная. Мне очень нравится. Блески. Нормальные обычные блески. Тушь моя любимая. Я буду брать тушь в этом каталоге. Но я, девчонки, хотела попробовать коричневую тушь. Начитавшись всяких там отзывов, что коричневые реснички, коричневая тушь на ресничках, как бы придает взгляду открытость, молодость. Я хочу попробовать поэкспериментировать. Потому что вот эта тушь тоже относится к любимчикам моим. Я очень долго брала ее, когда она была в Эрибери в черном оттенке. Сейчас хочу взять коричневый и попробовать. Если ее не будет на складе, я, конечно, возьму вот эту свою любимую тушь, которая круто удлиняет. Просто нереально. По хорошей цене уже практически в каждом каталоге идут тени галактической путешествии. Я их люблю. Обожаю. У меня есть три оттенка. Вот этот, вот этот. По-моему, вот эти три все, девчонки. Венера, гравитация. Да-да-да. Вот эти все три оттенка самых красивых, они у меня есть. Люблю подсвечивать светлым самым века. Они хорошо тушуются, когда вы только нанесли. Потом застывают, никуда не деваются, не скатываются, не крошатся и так далее. Не заламываются. В общем, тени прекрасные. Классное предложение на инкогнито. И хорошо, что можно понюхать страничку. Да, это вдвойне. Хорошо. Мне нравится эта линейка Фаберлик. Мне немного ароматов Фаберлик нравится. Которым тянется рука и хочется пользоваться. Их можно, наверное, пересчитать по пальцам одной руки. Но вот этот один из них, он классный. Два аромата, мужской и женский, за 1300. Это хорошо, по 700 рублей аромат. Мужской аромат тоже можно попробовать. Мне оба нравятся, они классные. Относительная новинка Океанум. Здесь будет набор крем-маска плюс морской эликсир за 1300. По 700 рублей не будут. Ну, в принципе, это нормальная цена. Если еще скидку консультанту учесть, можно и воспользоваться. Кто не пробовал, я пробовала из этой линейки пробуждающий крем. Девчонки, вот этот. Вот сейчас буквально сегодня он у меня закончится. Что могу сказать? Я чудес никаких не увидела абсолютно. Моментального эффекта тоже нет. Хороший легкий крем, который не забивает поры и хорошо увлажняет кожу. Больше ничего про него сказать не могу. Но девочки мне писали, что вот именно эликсир обладает моментальным эффектом. Он более концентрированный. Там больше основных веществ, что ли, так, да, скажем. И вот прямо на него вау были отзывы. Но я пока больше из этой линейки брать ничего не хочу и не планирую. А вот Варио мне нравится даже больше. Вот если взять эликсир Варио, девчонки очень хвалили антистресс. Я обязательно попробую, когда будет хорошая цена. Сейчас они пока в наборе. Идут по хорошей цене. Но у меня вот эти крема еще стоят пока в запасе. Мне очень нравится. Зелененький. К вот этому рука не тянется. В ночной крем его добавляю сияние. А девчонки мои хвалили очень антистресс. Говорили, что тоже прям эффект с первого применения. Зелененький круто подтягивает лицо. Действительно есть аквалифтинг заявленный. Пусть он эффект хоть и временный, но классный. Система трехступенчатая карбокситерапия. Покорила меня тоже с первого применения. В инфобоксе оставлю ссылку на это видео. Оно вам тоже понравилось, судя по комментариям и просмотрам. Классная система. Пользуюсь с превеликим удовольствием. Просто потрясающе. Брать надо все три, девчонки. Не берите по одному. Нет в этом смысла. Сделали карбокситерапию. Нанесли маску. У меня от маски щипет еще больше, чем от самого первого-второго шага поверх. Здорово справляется с пигментными пятнами. Так мне пишут девочки. У меня их нет. Есть одно маленькое. Но я и кислотами зимой пользовалась, поэтому оно еле заметно. А вот девочки писали, что очень классно справляются с пигментными пятнами и с темными кругами под глазами. Я наношу тоже под глаза эту систему. Никакого дискомфорта не ощущаю. В линейке Викенд будет набор ночная маска плюс сыворотка по классной цене, по вкусной. Вот эта ночная маска похож на крем океаном, пробуждающий очень. Только после нее, мне кажется, даже еще свежее, девчонки, выглядит лицо на утро. Поэтому советую приглядеться к этому набору. Сыворотка тоже великолепная. Вообще вся линейка Викенд потрясающая. Девчонки, я уже оставляла вам тоже обзор и свой отзыв на маску. Биомика после мицеллярки боялась ее брать, но жива, кожа не облезла. Это восстанавливающая маска сливки для лица. 299 рублей она по каталогу. Очень классная. Девчонки, она безумно круто увлажняет кожу и подпитывая ее, в хорошем смысле слова, не утяжеляя. У меня кожа комбинированная и от этой маски на вечернее применение я просто в восторге. Будет классная акция на спрей. Активный спрей у нас из линейки Легендарный кислород. Я знаю, многие девочки его любят, особенно на лето. 99 рублей это для него самая маленькая цена. Он будет бонусом за покупки на втором шаге оформления заказа. Крем вот этот я, девчонки, не пробовала. Кто пробовал, напишите. Никак до него руки не дойдут, потому что он прям небюджетный. Если все крема Аксиологи стоят 200 рублей, этот прям почти 500. А спрей классный был он у меня тем летом. Его очень здорово хранить в холодильнике. Он будет круто освежать, когда жара, тонизировать кожу. Поэтому 99 рублей, конечно, однозначно надо брать. Девочкам с комбинированной кожей на лето советую присмотреться к линейке Кислородный баланс, а именно к дневному крему для лица. Он классно матирует. В линейке Гардерика будут классные тоже скидки. 40% на пенку для умывания. У нее, кстати, хороший объем, 175 мл. На драгоценную маску красоты ночное обертывание. Я пробовала ночное обертывание. На лицо его делала и на декольте, не только на шею. Понравилось. Вы знаете, понравилось. Хорошее увлажняющее средство. Поддерживающее кожу в нормальном состоянии. На пенку тоже знаю много восхищенных отзывов. Но пока ее брать не планирую, потому что запаслась пенками матирующими, так как кожа комбинированная на лето. Мне кажется, это будет более питательное. Система ABC Peeling. У нас идет уже каждый каталог практически со скидками. Так же, как и лосьон. И крем. Девчонки пока не советую. Особенно, кто склонен к пигментным пятнам на лице. Здесь во всех этих средствах у нас кислоты. Если мы и применяем их, то значит SPF минимум 25 наносим на кожу днем. Потому что солнце уже агрессивное. Зацветете потом. Ой-ой-ой. Вот эти крема, девчонки, на которых так мало отзывов в интернете. Я в прошлом каталоге брала отбеливающий крем с SPF 15. Или моментальным осветляющим эффектом. Уже забыл, девчонки. Ну, вы видели. И отбеливающий, наверное, вот этот. И, не знаю, не тянется к нему рука, так и стоит. Пару-тройку раз попробовала. Он тяжелый. Он очень плотный. Он ощущается на лице первые минут пять. Потом как-то вот более-менее еще. Но когда, помню, мне в свое время девочки писали, что он матирует. Девчонки, ну, это ложь. Потому что лицо потом жирное. Оно реально жирное, очень напитанное. Поэтому вот эти крема я именно рекомендовала бы для сухой кожи. Для жирной комбинированной может все поры забить. Так что потом придется долго восстанавливать нормальный вид лица. Поэтому пока стоит. Не знаю, девчонки, даже отзыв в инстаграм на него не писала. Еще буду пробовать, смотреть, что с ним делать дальше. Три-ролл гель классный был у меня. Сказать, что он прям совсем от отеков в темных кругах помогает? Нет. Но ситуацию делать значительно лучше. Сыворотки тоже супер работающие. Реснички растут, если применять постоянно, хотя бы раз в день на ночь. Растут и становятся гуще, длиннее. И цвет их становится насыщеннее. Линейку осил я пролистываю, потому что я ее не люблю. Мне единственное, что здесь нравится, это скатка. Но она в этом каталоге по не очень выгодной цене. Маски эти тоже, девчонки, не люблю. Мне не понравились. На них писала отзыв в инстаграм. Хочу попробовать взять маску от вербины, хоть она и без скидки будет. Девочки хвалили, говорили, что очень хорошо увлажняет. 169 рублей она будет по каталогу. И хочу запастись мицеллярной водой из этой же серии. Она относится к моим любимчикам. Здесь у нас, по-моему, 110 до миллилитров. Она маленькая за 99 рублей, конечно, но она классная. Она не щиплет глаза. Она отлично убирает макияж без эффекта панды. Поэтому, скорее всего, возьму парочку заказ. Потому что любые два продукта за 99 рублей. Бальзам для стоп-гладкие пяточки буду брать много. Девчонки, парочку в запас себе, парочку соседке. Потому что она пришла ко мне, попробовала помазать им руки. И сказала, что это полный восторг. Вы тоже мне часто пишите благодарность за то, что порекомендовала его для сухих ручек. Так что, девчонки, у кого сухие руки, прям берите и радуйтесь. Заканчивается запас у меня гелей для душа с облепихой. Обалденный просто. Его, скорее всего, повторю. И вот этот у меня сейчас стоит. Тоже заканчивается аромат такой, знаете, тепленький, цветочный. Чуть-чуть елочки совсем. Так что буду брать. При покупке двух цена будет 89 рублей. Хорошая, вкусная цена. А может быть и возьму вот такие гели для душа из леникеля крема питательные. Раньше, когда я их пробовала больше года назад, мне они не очень понравились, потому что плохо пенились. Ну, это обусловлено составом. Они более-менее безопасные, да? Поэтому, возможно, и так получилось. Хочу повторить. Хочу повторить. Может быть, распробую. И буду брать себе на кухню вот такой крем мыло питательное. Девчонки говорили, что ручки оно не сушит. Вот хочу взять попробовать. Даже себе, видите, закладочку сделала, что хочу попробовать именно это средство. Будет хорошая скидка на средства для ежедневной интимной гигиены. Я вам советую присмотреться. Оно классное, крутое. Мусс мне не понравился. Допользовала не так давно. Мусс сушит. А вот гель. Гель он уже деликатней. Гораздо более щадящий, скажем так. И не вызывает никаких раздражений на коже. Буду брать профилактическую зубную пасту от зубного камня. Знакомый. Она сказала, что это лучшая паста Фиберлика. Действительно помогает. У меня пока паста есть. Но она мне ее так нахвалила. Я ее никогда не пробовала. Хочется тоже себе взять. Скорее всего, девчонки, даже, наверное, возьму. Потому что у меня сейчас стоит 200+. Где она у нас? Отбеливающая. Не просто 200+, отбеливающая. А ей на постоянке пользоваться не хочется. Потому что она увеличивает чувствительность зубов. Конечно, я это вижу сразу. Поэтому возьму себе, может быть, и от зубного камня. Буду брать, девчонки, наверное, краску, не, наверное, а точно. Буду брать краску 7, так, 7,1, да, 7,1. Хочу затемнить ей корни. А в оттенке 9,13 я уже буду брать краску Вэйвен на основную длину. Потому что, почему именно Фиберлик беру, девчонки, на корни? Потому что краска Эйвен мне седину не закрасила. Краска Эксперт справляется с этим на ура. Закрашивает седину изумительно. Возьму, девчонки, шампунь Детокс Кристальное Очищение. С углем мне он очень нравится. С крабом пользоваться не очень удобно, потому что там большие частички угля. Они потом по всей ванной валяются. Отмывать его неохота, честно говоря. А вот этот шампунь давно не брала. Волосы периодически жирнятся. И поэтому необходимо, конечно, кожу головы, кожу головы именно очищать от силиконов, парабенов, скопившегося сала подкожного. Маска вот эта не понравилась, девчонки. Прям вот от слова совсем я ее распробовала. Вместе с вами пробовали видео. Я вам говорила, что руки все равно в волосах потом запутываются после того, как посушили. Вообще не понравилось. Волосы после нее совсем-совсем чуть-чуть только блестят. Запутанные. Поэтому для убитых волос не советую. Для нормальных волос, да, возможно, для убитых нет. Нет, нет, еще раз нет. Буду брать обязательно что-нибудь из детской линейки, потому что наш шампунь заканчивается и мыло. Хорошая цена на пену для ванны. И шампунь плюс гель для душа. Но мне больше нравится вот такой шампунь-бальзам зелененький. Но может быть и такой. Попробуем. Скидочка на него очень хорошая. Паста по 99 рублей. Не бывает по 69. Бывает дешевле. Подожду еще немножко. Девчонки, вы меня спрашивали отзывы на коктейли. Я хотела прям пойти на пункт выдачи и потестить. Мы собирались снять видео для вас. Но, к сожалению, пункт выдачи работает сейчас. Карантин крайне редко. И знакомая моя, с которой мы собирались это все делать, она немножко приболела, поэтому не получилось. Но я обязательно это сделаю в ближайшем будущем. Постараюсь, по крайней мере. Потому что я вас прекрасно понимаю, за такие деньги заказывать неизвестно что. Кота в мешке не хочется. Шекеров, кстати, на нашем складе уже не было. Может быть и появятся. Я слышала, что коктейли вкусные. Моя знакомая, она их тоже попробовала. Она сказала, что очень вкусные. Гораздо вкуснее, чем были предыдущие в одноразовых сашетках. На супы слышала, девчонки, что с томатом неприятный. Неприятный. А вот с грибной, по-моему, там у нас еще есть. Вот он как-то повкуснее. Да, вот они. Томат, прямо говорили, совсем как-то не очень. Ни аси, ни ахти. Батончики дорого. Взять побаловаться не более. Девчонки, вы меня еще спрашивали и ждали видео про концентраты пищевые. Фаберлик, про БАДы. Я пила многие из них, и вот эти все три тоже. У кого есть проблемы со стулом, можно, конечно, взять очищение. Он эти проблемы решает. Но похудеть вам не поможет ни один из этих концентратов, если вы питаетесь неправильно. Если вы питаетесь правильно, решили сесть на правильное питание, тогда есть смысл. Контроль действительно контролирует аппетит. С ним, скажем так, вечерний дожор становится, уходит на второй план. Можно себя контролировать. Помогает, действительно помогает. Так что вот такой вот мой вам отзыв. Если будете кушать неправильно и пить эти концентраты хоть пачками в день, ничего не поможет. Девчонки появляются на виночке. Кондиционеры. Я думаю, у них будет ярко выраженный аромат, судя по последнему, с кашемиром, который я брала. Мне хочется взять вот такой вот с ванилькой у нас, по-моему, золотая органа. Обязательно возьму. Понюхаем с вами, потестирую. Буду брать порошки. У меня девочки попросили порошки. У меня пока есть обязательно. Хорошая будет акция на отбеливатель, пятновыводитель, карандаш и спрей. У меня есть карандаш, спрей я брала ни о чем, а вот карандаш удаляет самые застарелые десятилетние пятна. Я от него в восторге. Расход экономичный. Обожаю его. Это новинки прошлого каталога. Я брала кашемир. Очень яркая отдушка. Для тех, кто не любит, даже в эту сторону не смотрите. На белье остается долго, практически до следующей стирки. Контейнер, кстати, вот эти девчонки, очень удобная вещь. В прошлом заказе тоже я вам его показывала. Ничего с ним не случилось. Висит, храню в нем продукты. Вообще, вещь классная. Может быть, второй еще возьму себе, подумаю. Для духовок и плит хорошая скидка. Самое лучшее чистящее средство Фаберлик, которое справляется практически со всеми видами загрязнений. Девчонки, возьму, наверное, гель, которого нет в каталоге, да, появился у нас который антибактериальный, антисептический. Возьму его, попробую, если будет на складе, потому что у меня, в принципе, есть все дома, но пускай будет. Неизвестно, насколько продлится карантин. Поэтому полотенчики, полотенчики вам тоже могу похвалить. Я брала на пробу как-то маленький на кухне, он у меня висит бирюзой. Очень плотно набитые полотенчики, хорошие, мягенькие. Спустя время с ними ничего не происходит. Поэтому, девчонки, со скидкой консультанта, очень приятная цена на эти полотенца. Вот это средство выкладывают из каталога в каталог, а на сайте его по факту тоже девчонки ждут и дождаться не могут. Ну и в конце у нас опять одежда, одежда, одежда. Меня здесь ничего не привлекает, девчонки. Я как-то хотела взять маечку, вот такую, да, на бретельках мне именно хочется, черненькую, но что-то меня отговорили. Хотя, может быть, и возьму. Мне вот обычную конечную маечку, такой, знаете, под джинсовку, под пиджак. Вообще, на самом деле, трудно найти. Здесь у нас мужские очки, обувь мужская. Кстати, посмотрю, посмотрю, девчонки, может быть, возьму мужскую обувь. И, знаете, я тут столкнулась с такой проблемой. Мы с мужем поехали покупать ему кроссовки. И все магазины, одежды были закрыты. Все, абсолютно все. Мне мужу нужны кроссовки. Поэтому, где же их еще взять, как не Фаберлик? Вот такие вот интересные кроссовочки. И размерчики вроде есть. Девчонки, кто брал обувь Фаберлик мужскую, напишите, пожалуйста, как с размерами обстоят дела. Совпадают, не совпадают. И как в носке. Конечно, цена небюджетная далеко у Фаберлика на обувь. И, судя по обзорам, которые я смотрела, качество как бы такое среднее. В Фаберлик появляются книги. Очень интересно. Мне было наткнуться на последней страничке на эту новинку. И книги довольно, вы знаете, такие познавательные. По 349 рублей. Блю скидочка, да, рублей за 300 книг. Интересно. Интересно. Поэтому, почему бы нет? Сейчас у нас самоизоляция. Я, например, читаю очень много, очень часто. И мне нравится. В этом каталоге отличный подарок для новичков. Девчонки просто отличный. Порошок, отбеливатель и кондиционер. Прямо вот всегда нужные вещи. Не какая-то дребедень. Поэтому рекомендую, кто еще не зарегистрирован, регистрироваться. Ссылка на регистрацию всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. И я с вами свяжусь и буду с вами до конца нашего совместного пути в Фаберлик. Буду вам помогать, советовать и консультировать. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, что мой обзор был вам интересен и полезен. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok